МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Рязани продолжается форум «Цифровая трансформация региона». Новые разработки в сфере медицины, промышленности, образования и экономики региона, а также подведение итогов двух дней работы в нашем следующем сюжете. Электрокар, который осматривает губернатор Рязанской области, белорусского производства. Николай Любимов заглянул под капот, а после пожелал прокатиться за рулем. Говорит, ощущения необычные. Еще не действует. Без стекла шума. Ну, как вы говорите? Шума не чувствуется никакого. Звука, движка нет. Ну, разогнаться в доме не дают. Так, конечно, хорошо было. За этими машинами будущее, заявил Николай Любимов. Губернатор выразил надежду, что если такие автомобили будут производиться в Рязани, то это сильно поднимет престиж региона. В скором времени это может стать реальностью. Следом за осмотром техники, гражданской, губернатор осмотрел технику военную. БМД, БТРы. На выставке были представлены новейшие автомобили. Бронированная защита третьего класса. Удерживает стрелковое оружие. Сель-62 без проблем. Одна из самых интересных разработок была в самом помещении форума. Это одноместный двухплоскостной гироском для тренировки вестибулярного аппарата парашютистов-десантников. В дни форума на нем мог прокатиться любой желающий. Человека закрепляли на сиденье, надевали наушники и очки виртуальной реальности. На экране прыжок с парашютом с высоты 3000 метров. То, что кажется обычному обывателю интересным аттракционом, на самом деле является важной тренировкой для десантников. Что самое интересное, это рязанская разработка. Разработка наша, рязанская, совместная с предприятием нашей промышленности. То есть, как бы, классная система обустройства области и условия, которые сейчас созданы, позволяет нам творить небольшие, но чудеса. Если есть желание попробовать, я потом получу. Цифровое будущее Рязанской области обсудили на пленарном заседании. В форуме приняли участие председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андрей Макаров, представители Министерства экономического развития России, известных IT-компаний и крупных корпораций. Сам форум, по словам участников, удался. Правда, как отметил губернатор, хотелось бы увидеть все проекты, запущенные в работу. Телемедицина, электрокары в Рязани, дистанционное обучение. Все это может стать реальностью в ближайшее будущее. Со стороны правительства Рязанской области соглашение подписывает губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов. Со стороны общества с ограниченной ответственностью 1С, директор Борис Георгиевич Муралий. Соглашением предусматривается сотрудничество в области информационных технологий с целью повышения системы государственного управления. В рамках форума всего было подписано 4 соглашения. С Газпромбанком для реализации инвестиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства. С белорусско-британским предприятием Unison для реализации инвестиционного проекта по производству и сборке электромобилей и компонентов. И компанией ООО «Синдекс» для сотрудничества по вопросам развития цифровой экономики. Итоги форума подвел Николай Любимов. По словам губернатора, мероприятие прошло успешно. Итогом хотелось бы видеть, во-первых, реализованные нами и нашими партнерами и нами совместно проекты. И, конечно, новые идеи, которые воплотятся потом в стартапах и, соответственно, будут запущены в серию, что называется. Конечно, основным для нас является возможность, во-первых, воспользоваться цифровой экономикой для более эффективного управления, для более эффективного взаимодействия с гражданами, с людьми. Четыре соглашения позволят рязанцам, если не вырваться вперед в инновационной сфере, то точно удержаться на плаву среди технологически развитых регионов. Ведь, как сказал Льюис Кэрролл, нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы попасть в другое место, нужно бежать как минимум вдвое быстрее. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. С форума цифрового обновления региона на форум медицинский. В Рязанском медицинском университете состоялось пленарное заседание на тему инноваций в профессиональной сфере. Спикеры рассказали о новейшем оборудовании и методах диагностики. Форум в Государственном медицинском университете ничуть не уступает городскому. Однако называется он «Цифровая трансформация в медицине». Участники обсудили важные вопросы цифрового здравоохранения, а также поговорили, в каком направлении движется регион. На форуме, помимо представителей Рязанского государственного медицинского университета, присутствовали и приглашенные гости. Здесь достаточно широкая палитра спикеров от тех коллег, кто занимается системой поддержки принятия решений, развития системы медицинской информатизации просто, медицинской информационной системы. И есть даже производители роботов, симуляторов российской локализации, Рязанской областной локализации, которые будут рассказывать, для чего это в подготовке врача. Участники форума надеются, что смогут найти путь внедрения технологических новинок в быт медицинских работников. Время диктует свои условия, и инновации проникают в мир быстрее, чем за ними можно уследить. По словам ректора Рязанского медицинского университета, Рязань от других регионов не отстает. Однако сейчас город должен сделать рывок вперед. Основная цель медиафорума – это передача опыта. Например, здесь присутствовали компании, которые занимаются дистанционным консультированием в онкоморфологии. Единственный производитель медицинских симуляторов. Подобных фирм во всем мире единицы. На цифровом форуме представили целую палитру инноваций в медицине. Как заявил Роман Калинин, это не всероссийский, а мировой опыт. Решение провести форум в стенах медицинского университета не случайно. Именно здесь используют передовые технологии для обучения студентов. Поэтому рязанцам есть, что рассказать гостям. Мы можем поделиться, например, тем же самым опытом. Мы не первый год работаем с точки зрения симуляционного обучения. Из компании «Геотармен», например, у нас есть совместные проекты по разработке симуляторов. Мы их не собираем ни отверточным, ни конвейерным способом. Но мы предлагаем, что можно сделать, что актуально и что нужно. С точки зрения библиотечных информационных систем, то же самое цифру в образовании. Поэтому мы, в принципе, не вдалеке. И у нас есть свои медицинские информационные системы, которые нарабатывались, внедрялись. Это было не всегда просто, не всегда легко. Но я уверен, что здесь мы можем посмотреть. Что самое интересное, форум интерактивный. То есть любой из присутствующих может задать вопрос спикерам. Однако гости со своими вопросами не торопились, внимательно прислушиваясь к тому, что говорят спикеры. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». С 28 февраля по 2 марта в Калининграде прошел медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который ежегодно, вот уже на протяжении пяти лет, проводит Общероссийский народный фронт. Участие в нем смогли принять лауреат одноименного конкурса журналистских работ. Среди них оказались и журналисты рязанских изданий. Рязанские журналисты Антон Насонов и Ксения Яцкина сегодня принимают поздравления от коллег. Буквально на днях они вернулись с медиафорума ОНФ «Правда и справедливость», где получили заслуженные награды за участие в конкурсе, бесценный опыт общения с коллегами, а также заряд позитива. Главный редактор портала «62.Инфо» Антон Насонов в данном конкурсе ОНФ принимает участие во второй раз. В прошлом году заявку он подал буквально за несколько часов до окончания регистрации, да и материал подготовил в рекордно короткие сроки. В этот же раз он подошел к подготовке более ответственно и выбрал один из самых острых своих материалов. Я подавал материал о проблеме в селе Заборе, где местные жители и администрация санатория Старицы, они могли поделить дорогу, причем до Юра, до Юра, правда, был санаторий, но де-факто жители. В общем, все связано к ошибке чиновников на самом деле. Это удалось выяснить как раз на площадке ОНФ. Организация пыталась собрать все стороны. И на этой встрече были намечены какие-то пути решения проблем. И вот сейчас я отслеживаю пока потихоньку, но кажется, ситуация движется к правильному финалу. Ксения Яцкина, журналист издания «Про город», принимала участие в конкурсе впервые. И сразу победа. Впечатлений после форума масса и, конечно же, все положительные. Ведь в ходе форума им удалось пообщаться с экспертами, обсудить с коллегами различные проблемы, а также принять участие в работе профильных секций, на которых они смогли получить действительно ценные профессиональные знания. Ну а больше всего их впечатлило пленарное заседание с участием Владимира Путина. Участие в форуме такого уровня вдохновляет, как минимум. Очень понравилась организация. Все было продумано до мелочей. В этом году на конкурс «Правда и справедливость» было отправлено порядка 5,5 тысяч заявок со всей страны. Из Рязани же их было всего 15. Победившие в этом году журналисты призывают своих коллег быть активнее. Ведь участие в конкурсе – это не только прекрасная возможность получить довольно ощутимое денежное вознаграждение, но и, что гораздо важнее, бесценный опыт. Я когда услышала про этот конкурс, все-таки федеральное такое событие и верилась с трудом, что я смогу победить. Но я решилась, потратила буквально 10 минут на это. И в итоге приобрела очень ценный опыт, который, ну не знаю, наверное, нигде я бы не смогла получить у нас здесь, в Рязани. Поэтому дерзайте, ничего не бойтесь, все получится. В следующем году составите мне конкуренцию, я по-любому буду участвовать. Информация о следующем конкурсе появится только осенью, но уже сейчас можно начинать подготовку, продумывать темы, готовить материалы. Но самое главное – стремиться в своей работе помогать людям. Тогда никакая специальная подготовка не понадобится. И любой материал сможет принять участие в конкурсе «Правда и справедливость». Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В рамках всероссийской акции МВД России «8 марта в каждый дом» сотрудники управления по вопросам миграции МВД России по Рязанской области поздравили посетительниц отделения по организации оформления заграничных паспортов с наступающим праздником – Международным женским днем. Каждый, пришедший получать главный документ путешественника, в этот день сотрудники полиции дарили цветы и желали огромного счастья, крепкого здоровья и неувидающей красоты. Представительницы прекрасного пола, посетившие отделение по организации оформления заграничных паспортов, были удивлены таким приятным подарком, отметив, что цветы, подаренные неожиданно, – лучший подарок для женщины. Кроме того, посетительницы оценили качество обслуживания населения, добросовестное отношение к людям и выполняемой работе сотрудников. В акции «8 марта в каждый дом» принимают участие все подразделения рязанской полиции. Стражи правопорядка продолжают поздравлять прекрасных жительниц города и области с Международным женским днем. За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 5 человек получили травмы. В регионе произошло 48 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Выявлено почти 500 нарушений правил дорожного движения. Задержано 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 6 марта около 7 часов утра в Пронском районе на 43-м километре автодороги Рязань-Пронск-Скопин 50-летний житель города Рязани, управляя автомобилем Hyundai Accent, по предварительным данным не учел дорожные и метеорологические условия, наехал на обочину. Автомобиль занесло на полосу встречного движения и произошло столкновение с двигающейся во встречном направлении машиной Lada 14-й модели. В результате ДТП водителю автомобиля Lada понадобилась медицинская помощь. Шофер другого автомобиля не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. В этот же день в 9 часов 35 минут на улице Зубковой 40-летний житель Сторожиловского района совершил наезд на переходящего проезжую часть, по предварительным данным, по нерегулируемому пешеходному переходу 15-летнего подростка. В результате ДТП пешеход обращался за медицинской помощью. По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. В 1973 году в Советском Союзе было утверждено положение об отрядах юных инспекторов движения. С течением времени это объединение не прекратило свое существование. В этом году исполняется 45 лет со дня создания ЮИД, отряды которых функционируют по всей стране. В Рязани в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея, юные инспекторы посетили с экскурсии подразделения госавтоинспекции. 45 уж прилетело, как юридовцы взяли за дело. Со службы ГИБДД все в ногу идем, и профилактику ДТП мы ведем. Это ученики рязанских школ, которые являются участниками отрядов юных инспекторов движения. Именно для них, активных помощников сотрудников госавтоинспекции, в связи с 45-летием объединения была организована занимательная экскурсия. Основная помощь, которую оказывают ребята сотрудникам ГАИ, заключается в том, что, во-первых, они сами всегда соблюдают правила дорожного движения, а, во-вторых, рассказывают о необходимости их соблюдения своим сверстникам. Кроме каких-либо регулярных мероприятий, сотрудники госавтоинспекции привлекают таким образом учащихся к соблюдению правил дорожного движения, чтобы они пропагандировали своим сверстникам требования правил дорожного движения, которые необходимо знать и соблюдать в условиях современного активного транспортного мира. Во время экскурсии мальчишки и девчонки узнали об истории создания ГАИ ГИБДД, а также особенностях работы подразделения, сотрудники которого несут службу в круглосуточном режиме. Они посетили лекционные, актовые и спортивные залы подразделения, познакомились с медалями и наградами, которые регулярно получают сотрудники госавтоинспекции. Также специально для юидовцев была организована выставка имеющегося на вооружении у ГИБДД, оружие, которое применяется сотрудниками в повседневной работе. Ребята смогли не только рассмотреть все представленные элементы, но и подержать их в руках. Пожалуй, именно эта часть экскурсии запомнилась юным инспекторам больше всего. В вооруженной комнате, как нам рассказали, выдают оружие. Это очень интересно. Мне понравилось больше всего, когда нам дали про оружие, рассказывали, когда выдают палку для полицейских. И очень понравилось про оружие, когда давали подержать. В завершение мероприятия руководителям отрядов ЮИД были вручены от госавтоинспекции благодарственные письма за активную работу в сфере профилактики дорожно-транспортных происшествий с пожеланиями успехов в данном направлении деятельности и дальнейшего сотрудничества. Юные помощники получили в подарок яркие свето-возвращающие браслеты. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Далеко не каждый находит увлекательным выуживание рыбы, да еще и в условиях зимы. Но только не рыбаки. Они могут заниматься любимым делом часами. И даже организовывают соревнования между собой. Подробности в сюжете наших коллег из Касимова. Лично командный любительский турнир по рыбной ловле проходит уже четвертый год подряд в Затоне Аки в селе Лашем Касимовского района. Своеобразный форум объединил людей различных возрастов и профессий из Рязанской, Нижегородской и Московской областей. Это увлечение. В увлечение людей. Им надо помогать реализовывать свое увлечение. Погода вообще отличная. Приехали, вообще ветерка даже не было. Здорово. Всем нравится. Это самое главное. Соревнования становятся популярнее из года в год. Количество участников и болельщиков растет. 3 марта морозным утром вышли на лед, чтобы прорубить лунки более 70 человек. Очень приятно, что приехали рыбаки со всего Касимовского района. Даже из Московской области приехала команда. И сейчас участвуют в общем первенстве 16 команд. И плюс еще порядка 30 участвуют в личном первенстве. Поэтому очень приятно, хорошо, симпатично. По словам участников, в зимней рыбалке есть свои особенности, которые тянут как магнитом и заставляют просиживать, уставившись в лунку, целый день. Роман Сергеенко постоянно участник многих состязаний. А рыбалка – это его конек. Еще в детстве маленького Рому интересовали удочки и блесны, которые достались ему в наследство от деда. Старые какие-то военторка еще на коробочках. У меня даже коробочка сохранилась. Там сторожочки-то были, не пилечки такие, либо от будильников, от часов. Все годами копится. Потом уже просто утром встал и думаешь, а не пойти ли нам на рыбалку. Опытный рыбак Юрий Новиков советует держать кисть руки со снастью голой, чтобы ощутить колебания удочки и понять, клюет ли рыба в этом месте. Собраться на рыбалку – целый ритуал. Вечером до часу сидишь, что-то перебираешь, одну и ту же леску, мормышки перевязываешь, хотя знаешь, что… ну, для чего. На следующий раз на рыбалку опять уновь перевязываешь. Ну, такое… ну, кажется, что всегда, если что-то другую снастью, обязательно не клюнет. Зимняя рыбалка приносит удовольствие не только взрослым, но и детям. Девятилетний Демьян Лунин впервые участвовал в подобных соревнованиях. И морозец его не испугал. Дали бур, пробурил лунку, уже согрелся. Все. Дали удочку. Ну и что, там клюет? Вот. Клюет. Клюет, да? Клюет. Ну, сейчас жду. Известный факт, что многим рыболовам не столько важный результат, сколько сам процесс. А тем более в условиях соревнования, когда азарт покрывает все разочарования от неудач. В командном зачете самыми удачливыми стали рыбаки из Елатимы. Второе место у команды поселка Крутоярский. Третьими стали рыбаки команды Елатимы-2. В номинации «Самый крупный рыбой» победил Олег Никонов из Сынтула. Первую рыбку поймал Иван Теняев из Елатимы. Абсолютным победителем стал Сергей Гредин из Крутоярского. Его улов составил 530 грамм. Каждому участнику соревнований были вручены памятные призы и подарки. Но измерить радость общения и рыбацкое единение невозможно никакими дарами. Поэтому в следующем году заядлые рыболовы снова проведут свой турнир. А дата будет зависеть от погоды. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Ю-ху! Да! Да! Ура! Да! Да! Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 4,7% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно с Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Грязь, слякость, выхлопы. Шум, шум, шум! Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты. Субтитры создавал DimaTorzok